Всем привет! В эфире Универньюз, а в студии Илюза Шерифулина. О событиях из жизни университета, а также мировых новостях расскажем в ближайшие несколько минут. Итак, смотри сегодня в выпуске. Состоялась торжественная церемония подписания меморандума между Казанским федеральным университетом и Национальным институтом развития человеческих ресурсов Республики Корея. Какие самые актуальные проблемы в сфере развития физической культуры? Телеканал Универ ТВ вошел в сотню лучших вузовских телеканалов мира. Какой документ был подписан в рамках сотрудничества Казанского университета и Института Кореи? Об этом узнаете в нашем следующем сюжете. 25 ноября состоялась онлайн-церемония подписания меморандума о взаимопонимании между Казанским университетом и Национальным институтом развития человеческих ресурсов Министерства управления персоналом Республики Корея. С приветственным словом выступили руководитель аппарата президента Республики Татарстан Асгад Сафаров, президент Национального института госпожа Пак Чонран, присутствующий онлайн, и ректор Казанского федерального университета Альшат Гафуров. Учитывая активную международную деятельность Республики Татарстан, процесс профессионального развития республиканских служащих неразделимо связан с изучением зарубежного опыта и использованием современных образовательных технологий. Пожалуй, это и является основной областью взаимного интереса Казанского федерального университета и Национального института. Асгад Сафаров также подчеркнул, что установление сотрудничества между ВУЗами открывает множество возможностей для обоюдного созидательного развития системы профессиональной подготовки кадров на государственной службе и послужит вкладом в развитие гуманитарных связей между Республикой Татарстан и Республикой Корея. Передовой опыт в области цифровизации государственного управления, выстроена система развития человеческого капитала, прогрессивные методики в сфере электронного обучения очень актуальны для Республики Татарстан, особенно в период пандемии. Поэтому достижение Национального института развития человеческих ресурсов как одного из мировых образовательных центров представляет для нас особый интерес. Церемония прошла под эгидой празднования 30-летия установления российско-корейских дипломатических отношений. Ректор Казанского университета отметил, что подписание меморандума сможет послужить дальнейшему развитию проектов. Сегодня мы подписываем меморандум о взаимопонимании между нашими образовательными учреждениями, который призван стать нормативной основой для развития полноформатного академического сотрудничества. Уверен, что наши коллеги продолжат активное взаимодействие и успешно реализуют намеченные планы, а меморандум превратится в более конкретные соглашения и проекты. Кристина Надышина, Леонард Валитяров, Универ Ньюс. Телеканал Универ ТВ вошел в сотню лучших вузовских телеканалов мира. Давайте вместе познакомимся с командой, работающей над функционированием телеканала. В 2010 году по поручению ректора Ильшата Гафурова в Казанском университете создается телеканал Универ ТВ. С 2012 года на телеканале запустились первые круглосуточные трансляции, началось вещание в интернете. С того времени работа на телеканале не прекращалась. Совсем недавно Универ ТВ вошел в рейтинг лучших вузовских телеканалов мира, заняв в мировом медиапространстве 60-ю позицию. Мы знаем, что Казанский университет входит в сотню лучших вузов в мировом научно-образовательном пространстве по двум направлениям. Это направление образования в рейтинге Times High Education, заняв в этом году 90-ю позицию. Именно сегазовое направление ворвавшись на 66-ю позицию в рейтинге QS. Таким образом, новость о том, что Казанский университет занял 60-ю позицию в рейтинге лучших вузовских телеканалов мира, лишь подтверждает тот факт, что Казанский университет продолжает стремительно развиваться. И в глобальном медиапространстве тоже. Еще в 2010 году ректор университета Александр Акадьевич Гафуров принял это решение. Оно было неординарным сделать телеканал. Ни один университет, ни один ректор не пошел на это, потому что это требовало достаточно серьезного финансирования и каких-то организационных решений. Казанский федеральный университет, ректор, сделал это. И телеканал будет на плаву, потому что у него есть мощная база, основа. Это Казанский федеральный университет, где более 10 тысяч сотрудников, 50 тысяч студентов. Такая база, она, то есть, если мы возьмем 50 тысяч человек и еще членов их семей, то можно говорить, что это достаточно серьезный город, 150 тысяч человек. Канал будет развиваться и расти, пока развивается и растет Казанский федеральный университет. К слову, Универ ТВ второй раз признан лучшим студенческим телеканалом России, Международной ассоциацией студенческого телевещания МАСТ. Первый раз это произошло в 2017 году. Церемония награждения прошла в рамках второго Всероссийского конгресса молодежных медиа, Международной ассоциации студенческого телевидения, которую посетил президент Российской Федерации Владимир Путин. Кстати говоря, в этот же день, 25 января, президент России побывал и в самом Казанском университете. И вот в 2020 году Универ ТВ снова удостоен звания лучшего студенческого телеканала. Иными словами, телеканал Универ ТВ обладатель очень оригинального контента, который, скажем так, на нашем профессиональном языке заходит в любой возрастной аудитории. И каждый найдет здесь что-то свое. И самое главное, мы доказываем в очередной раз, раз за разом, что наука, это совсем не скучно. Это наоборот, очень интересно. Работают на Универ ТВ не только профессионалы своего дела, но и студенты с разных курсов, которые также сносят свой вклад в работу канала. Мы делаем различные телепередачи для нашего телеканала. Направленности абсолютно разные. От спорта до компьютерных игр. Этим занимаются в основном студенты первого, второго, третьего курсов. Для них это очень хорошая стартовая площадка. Они могут сюда спокойно прийти в любое время. Всегда найдем, чем его занять. Ни один телеканал не обходится без прямых трансляций. Вот здесь, в этой студии, свои прямые включения проводит директор высшей школы журналистики и медиакоммуникаций Леонид Толчинский. Лицом любого канала являются новости и являются программы обзорно-аналитического характера, выходящие в прямом эфире. Приятно, что в Универ ТВ входит число тех телекомпаний, которые никогда на протяжении своей истории существования не отказывались от прямых эфиров. К слову, не стоит забывать и о тех, кто стоит по ту сторону камеры и отвечает за производство телепрограмм и другие технические нюансы. Получается так, что Универ ТВ – это малозатратное бюджетное производство, где один человек берет на себя множество обязанностей, когда на других телеканалах для этого требуется целая команда. Специфика телеканала такая, что ты должен уметь все. То есть твоя задача – взять камеру, отснять то, что нужно, заснять звук, не звук, прийти и полностью выдать готовый продукт. Какой-то конкретной должности, специализации на нашем, ну, конкретно в нашем отделе нет. Очень важный аспект любого телеканала – это новостные программы. Здесь трудятся ребята из Универ Ньюз, каждый день снабжая российское телевидение как мировыми новостями, так и новостями из университета. Надо работать очень быстро, надо быть здесь и сейчас, надо уметь включаться вовремя в события. Здесь трудятся ребята, которые кто-то закончил, включат телевидение здесь у нас, кто-то, допустим, хочет пройти стажировку. Мы даем такую возможность. После того, как корреспондент сдаст сюжет, я накидываю на него графическое оформление, правлю некоторые кадры, звук и отвечаю за выпуск готового сюжета непосредственно в эфир. Таким образом, Универ ТВ – органичный сплав как профессионалов своего дела, так и студентов, начинающих журналистов. Команда, которая работает как единый механизм, выпуская аналитический, образовательно-познавательный, развлекательный и новостной контент. Лев Диденко, Галета Басова, Универ Ньюз. Почему важно заниматься спортом? Об этом рассказали на научно-практической конференции, посвященной юбилею профессора Казанского университета. Все подробности далее. Доктор биологических наук, заслуженный деятель науки Республики Татарстан, заслуженный работник Высшей школы Российской Федерации, далеко не полный список почетных званий, полученных благодаря труду и силе воли. Почетный профессор Казанского университета Ренат Абзалов уверен, «Физическое здоровье – это основа благополучия человека». В честь его 85-летия на площадке крупнейшего стадиона нашей страны «Акбарс-арена» собрались спортсмены, тренеры, ученые и педагоги, чтобы обсудить самые важные проблемы в сфере развития физической культуры. С юбилеем Рената Абзалова поздравили почетные гости мероприятия и также поддержали его инициативу. Также на мероприятии участники выступили с докладами, посвященными будущему физического воспитания, подготовки спортивных кадров и другим актуальным темам. Как отметил Ренат Абзалов, особенно важно заниматься спортом в эпоху онлайн-жизни, когда каждый из нас так много времени проводит перед экранами гаджетов. На этом все. Сюжеты из выпуска ты сможешь найти в наших социальных сетях. До новых встреч!